всем привет я драгон кис и сегодня хочу поговорить о двух камерах на я стримов на канале youtube каждый из вас наверно слышал каждый из стримеров про эти две камеры но немногие знают как им пользоваться как вообще настроить и как провести стрим в две камеры большинство стримеров начинают свою трансляцию именно вот начать вкладке начать эфир я уж не буду объяснять как тут как тут что где и как теперь так прекрасно знаете ну и с этой позиции естественно начать стримить на две камеры не получится так как это автоматическая настройка всех параметров и youtube отключил функцию соответственно трансляции даже можно расширенный у нас необходимой позиции здесь нету который поможет нам это стиль и этих целей нам необходим как раз таки все трансляции следующие позиции нажимаем создать трансляцию и мы переходим в такое же окно здесь мы также пишем название стрима планируем когда мы будем запускать свой стрим то есть часу 13 и на 10 36 ну youtube предположить на поставок 13 новым биллайтинг любое время какое вам необходимо даже описание теги вроде все как обычно так есть я у вас здесь должно быть соответственно открытый доступ я сейчас поставлю ограниченный доступ чтобы чтобы когда я нажму создать трансляцию не пошло оповещение моим подписчикам если как всегда вот пишите то я напишу тест тест 1 у трансляции пушка такая будет есть описание здесь теги это все это прекрасно знаете здесь переходите в расширенные ставите лю или не ставите чистоту ограничить написание сообщение максимум 60 секунд 10 секунд я ставлю на своих это для того чтобы сталкивались с тем что когда кто-то начинает строчить бесконечно какое-то одно сообщение там или символ и поймать потому что чат начинает скакать поймать и забанить данного человека очень сложно просто не успеваешь ну как раз это ограничивает чтобы вы могли нажать и забанить человек здесь выбирает соответственно и игру по какой стремите здесь выбираете задержка наименьшее мало разница между этими кстати двумя то что в малой задержке можно проматывать видео ваш стрим назад но при этом есть какая-то определенная задержка иногда это минимальная типа задержка может достигать до 30 секунд наименьшая задержка она это знать что она либо отсутствует либо доходит там до 5 секунд и все и больше не увеличивать но минус в том что промотать видео назад уже не получится прям прям в прямом эфире имеется ввиду здесь мы все оформили соответственно дальше мы есть мы тоже все оформили это объяснять дальше не буду и так все все это знаете создаем трансляцию и мы как раз попадем после создания на ту вкладку которая недоступна нашим начать эфире корна настройки трансляции и мы сейчас находимся вот на основная камера и добавить камеру если мы выбираем значок который у нас будет отображаться на стриме и мы давайте начнем с основной камеры для того чтобы начать стримить приходим ставим у вас будет одноразовый вы ставите соответственно многоразовый значок выберите поток этот здесь у вас будет все абсолютно чисто нажимаете создать новый поток я нажимаю просто делаю там ты один пример до описание идете в свой оба с и смотрите каким каким разрешением вы стремить 1080 720 и выбирайте необходимо вас это обязательно запомнить вы должны начать стрим здесь указать тот параметр который которым у вас будет выдавать бс также здесь ставите галочку 60 кадров или 30 кадров опять же смотрите как у вас сделано в бс где вы боитесь это смотреть сейчас это покажу как настройки заходит нерви не видео а вы вот здесь мы смотрим какие мы смотрим то есть грубо перемасштабировать у вас есть галочка снята значит соответственно переходим после этого мы видео и здесь из масштабируем 1080 общее значение fps 30 запомнили и здесь тоже соответственно ставим галочку если мы 30 кадров в секунду галочку не ставим и 1080 пишем сохранить почему ты здесь вы пишете соответственно что один не ты один а то что вам надо какой у вас ключ имя почему я могу не помогли бы написать там дракон здесь как у меня либо там давайте в себя сергей это для того чтобы вы не запутались что это вы и первая камера есть тоже наименование потока берете тот ключ копировать идете в бс настройки опять же вещание и здесь убираете youtube и соответственно вставлять его сюда первой камерой мы закончим что дальше переходим нажимаем добавить камеру камера 2 довольно то есть мы ее теперь можем переименовать пишем допустим друг вы можете писать там соответственно ник с кем вы собираетесь это делать стрим это вот как раз таки будет показано что на какую камеру человеку переходить здесь также переходить создать новый поток спрашивайте у вашего товарища ты двойная там едва надо к с каким потоком он стриме там 1080 или 720 и соответственно фпс и точно так же все это делаете пишите сохранить тверковку создался этот поток этот ключ вы копируете и пересылаете вашему товарищу он вставляет себе в бс и есть также обозначает его картинку какую хотите камеры соответственно 1 вращаясь мы пишем себя данном случае допустим я драгон и соответственно при выборе камеры будет обозначаться драгон кисла не буду знать что это я либо там вдруг это вторая камера также можете добавить третью камеру четвертую по-моему до пяти камера это можно сделать если будет ничего удаляем камеру не нужно все здесь на все созданы нажали сохранить переходим в панель управления и вот здесь мы соответственно будем готовиться к трансляции перед трансляцией назначена вы говорите другой запускаете запускай свой образ есть тут же появится надпись камера 1 включена поток нормально вы включаете свое бс камень основная камера запущена поток нормально и сразу вас появится предварительный просмотр вы нажимать предварительный потом начать трансляцию все у вас пошло если вы ваша камера работает а камеры друга не видно вот этот позиция она будет такой же серый серенькой не кликабельный то есть у вас камеры должны работать вместе показывать то что они включены и трансляция идет ну и в данном в данном варианте кстати есть еще один минус если ваш друг тоже стример но его канал изображение идти не будет эта трансляция будет идти только на ваш канал как же сделать чтобы у вашего друга была трансляция и на свой канал и ваш канал в качестве второй камеры для этих целей нам понадобится гуд и пройдете регистрацию и здесь есть ристрим ристрим можем делать двух вариантов где камеры можем с принципе есть нажимаем ристрим выбираем youtube и соответственно вводим здесь ключ вашего основного канала здесь нажимаем ристрим выбираем youtube и здесь мы выбираем ключ ставим уже камеры на которую вы собираетесь транслирует быть второй камерой пишите сохранить здесь переходим на строечки а вот потом ключ говорится словами не заметил нажимайте на глаз берете свой ключ заходите в лбс настройки вещание тут выбираете соответственно ищите вот геймру и здесь ставите соответственно ключ вашего потока применить какие соответственно допускать нажимаете запустить трансляцию идет трансляция на где вы посмотрите что она пошла нажимаете начать ристрим и тут же она соответственно начинает идти и на другу на канал и на ваш собственный что же вот таким вот нехитрым образом что жить торт если допустим вы стримите через гудгеем на свой канал и на youtube и и на твич пример да ибо виде либо кибергейм соответственно вас и первая позиция ристрим и вторая вас они уже занят и эти цели нам пригодится как раз таки ристрим и хорошо если он у вас есть и вы как раз через него все это делаете тогда вам просто-напросто на работе добавить гудгеем и а здесь только в одной позиции поставить ключ вашего товарища и все и как бы трансляции вас продолжать если у вас нет сделать регистрацию создаете новый канал пишите 5 гудгеем обозначаете опять же делайте такие же настроечки как и здесь вот таким вот не хитрым образом все это делается надеюсь я вам помог в этом деле удачный стримов всем спасибо всем пока а